Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алияха Рудинова. И сегодня мы покажем, как на улице Королёва задержали мужчину, забравшего наркотики из закладки. После лобового удара потерял колесо, но поехал дальше таранить машины. Пьяный водитель Мазды устроил крупную аварию в Пестричинском районе. А также расскажем, как на улице Короленко перевернулась Лада Калина. Очевидцы спору начали вызывать. В аварии пострадал 10-летний ребенок. Это и не только прямо сейчас. На улице Королёва полицейские задержали 31-летнего мужчину, предположительно с наркотиками. Он вышел из леса посадки, увидел стражей порядка и пустился на утек, выкидывая при этом свертки под припаркованные автомобили. Его быстро догнали и собрали все, от чего он пытался избавиться. Он не отрицал, забрал из закладки запрещенные вещества. И сознался, Веронике Гуйнудиновой уже дважды был судим за их хранение. Марихуана. Марихуана? А сколько граммов? Получил. Будучи в наручниках, 31-летний мужчина вдруг стал откровенным. Говорит, закладки не делал, не успел. Только забрал спрятанную партию наркотиков в лесопосадке на улице Королёва. На выходе его поджидали полицейские. Увидев стражей порядка, он бросился на утек, попутно выкидывая свертки под припаркованные автомобили. Но план с треском провалился. Все выброшенные пакетики в итоге нашли. А его самого задержали спустя несколько секунд. Забег был недолгим. Выяснилось, что лежать лицом вниз в окружении полицейских для него уже привычное дело. С 10-го года употребляю. То есть уже 10 лет, да? И ни разу не попадались? Попадал два раза, сидел уже. Уроком не стало, да? Я не знаю, где лечить надо, а меня сажать постоянно. То есть вы два раза осуждены были именно за... За хранение употребления. Не боитесь, что сейчас в третий раз уже больше сроков? Блин, я не знаю, зачем меня сажать здесь и должны лечить. А вы сами не обращались за помощью? Блин, нету. Почему? Не знаю, на значительное принятие лечения, что-то я отказывался. Также добавил, забирает закладки довольно часто и каждый раз в новых местах. 8, 9, 10. Получается 100 грамм. Это не считая того, что он выбросил под машины. Кроме марихуана, у мужчины изъяли еще и белое порошкообразное вещество. Предположительно, это был мифедрон. Порошкообразное вещество. Все подозрительные свертки изъяли и отправили на экспертизу. Она покажет, что и в каком количестве взял на хранение задержанный. От этого будет зависеть, какое наказание он понесет. Вероника Гайнудинова, Айрат Назибов, Константин Бушуев. Вызов 112. Около 300 граммов марихуаны изъяли полицейские у двух жителей Чистополя. Стражи порядка остановили ладу для проверки документов. Когда 27-летний водитель и 22-летний пассажир стали нервничать, решили проверить, что есть в салоне. Под задним сиденьем нашли то, из-за чего они волновались. Пакет с веществом растительного происхождения. Содержимое было направлено на экспертизу. Анализ показал изъятый каннабис. Молодые люди пояснили, что нарвали траву пару часов назад недалеко от одного из сел района для личного употребления. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейские, инспекторы и карета скорой помощи приехали поздним вечером на улицу Шуртыгина. Их внимание привлек пожилой мужчина, который, по рассказам очевидцев, лежал возле пешеходного перехода. Подозрения, что его сбил автомобиль, не подтвердились. Пенсионер сам упал на дорогу, он жаловался на боли в ногах и не мог встать самостоятельно. В итоге его погрузили в медицинский автомобиль и отвезли в больницу. Несколько экипажей полиции прибыли минувшей ночью на улицу и подробно по сообщению о ножевом ранении. Обследовав жилище и всех, кто там находился, стражи порядка не нашли ни одного раненого. По предварительным данным, в одну из квартир выпивала семейная пара. Впоследствии они поругались и подрались. Медицинская помощь и госпитализация никому не потребовалась. Очевидцы спасли тонущего в реке Меликеска 30-летнего мужчину. Очевидцы рассказали, что купаться он пошел в нетрезвом виде. Когда его вынесли на берег, он не подавал признаков жизни. До прибытия медиков мужчине сделали искусственное дыхание, после чего он смог дышать самостоятельно. Позже пострадавшего госпитализировали. Как сообщили родные, он, не приходя в сознание, впал в кому. Неправильное использование электрооборудования стало причиной крупного пожара в Казани. На улице 3-я Атарская загорелся частный дом площадью 120 квадратных метров. Полностью сгорели и надворные постройки. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Жители дома успели самостоятельно выбраться из полыхающего здания. Желание пьяного водителя прокатить своих таких же пьяных друзей до речки привело к крупной аварии в Пестричинском районе. Водитель Мазды на большой скорости выехал на встречную полосу, где протаранил Хёндай Кретту. Затем легковушка, к тому времени потерявшая одно колесо, полетела дальше. Врезалась еще в один автомобиль и только после этого остановилась. Водитель выскочил из разбитой иномарки и убежал. Что было дальше, знает Нафиса Минязова. Он вылетает прямо за это. Я в сторону, и мне в бок, и вот меня сюда кидает. Автомобиль этого мужчины принял на себя первый основной удар Мазды. Он рассказал, что ехал из Пестрецо в сторону Казани и у села Званка в него на высокой скорости врезалась иномарка. Хендай этот удар развернула, а влетевшая в него Мазда потеряла одно колесо, но поехала дальше. Он еще в одну машину стукнул. Через несколько сотен метров она протаранила Генезис. Как только автомобиль остановился, из него выскочили пятеро, как утверждают очевидцы нетрезвых мужчин, и разбежались в разные стороны. Из машины вышел, пытался убежать. Его поймали, вот где деревья есть, вот его поймали, притащили. Он шатался, вообще они в машине сидели, их пять человек там было, все пьяные, в умах. Потом приехали их знакомые, спрашивали, куда вы, они купаться, куда-то собирались ехать. Поймав водителя, очевидцы передали в руки прибывших полицейских. Мужчина уверял, что не сидел за рулем, но позже признался, что именно он управлял автомобилем и отказался проходить медосвидетельствование. Но его состояние было видно невооруженным глазом. Мужчина, расскажите, пожалуйста, почему решили нетрезвым за руль сесть? У вас все хорошо? К слову, ранее он уже был лишен водительского удостоверения как раз за пьяную езду. Срок лишения еще не прошел, и в этот раз ему грозит уже уголовная ответственность. К тому же степень вины его будет зависеть от состояния пострадавшей. Сильный удар стал причиной госпитализации пассажирки Хиндая Крета. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Десятилетний ребенок и мужчина пострадали сегодня в крупной аварии на перекрестке улиц Гагарина и Короленко. Там столкнулись Датсун и Лада Калина. От ударов отечественная машина перевернулась на крышу. Очевидцы скорую начали вызывать. Я сама скорую вызвала. Я за него больше переживала. Увидев, как перед глазами перевернулась машина, автоледи испугалась за ее водителя. И лишь потом услышала, как плачет ее сын, сидевший на переднем сидении. Приехавшие медики госпитализировали обоих. Впереди сидел ребенок. Как он себя чувствует? Вот сейчас в ДРКБ увезли. Похоже, перелом грудной клетки. Женщина-водитель Датсуна рассказала, что ехала по улице Короленко прямо, никуда не сворачивая. Но на перекрестке с улицей Гагарина встречная Лада Калина вдруг стала поворачивать налево, не пропустив иномарку. После удара Лада опрокинулась на крышу. Все это зафиксировал видеорегистратор. Я перестраиваюсь на крайнюю полосу. Горит зеленый. Мы едем спокойно. Ничего не предвещает. Тут вылетает машина. Все. Он не убедился в маневре. Степень вины водителя отечественной машины станет известна после постановки точного диагноза пострадавшему мальчику. Не исключено то, что его маме придется заплатить штраф за неправильную перевозку ребенка. На переднем сиденье без детского кресла разрешено сидеть только с 12 лет. Сам предполагаемый виновник, по словам его друзей, отделался ушибами и ссадинами. Написала меня зовут Константин Бушуев. Вызов 112. А на перекрестке улицы Магистральная и Тихорецкая точно так же столкнулись Hyundai Solaris и Ford Focus. Последний автомобиль в результате аварии отбросила на металлическое ограждение проезжей части. Затем Ford врезался в столб, который вырвало с земли. Подробности аварии у Айгуль Батрудиновой. Значит она виновата. ГАИ разберется. Товарищи водителя Ford Focus комментировать произошедшее не спешили, но все как один утверждали, что виновата автоледи. Управлявшая Hyundai Solaris, по их словам, она во время поворота налево не пропустила едущий прямо автомобиль. Сама автоледи вину в происшествии, хоть и осознает, но считает, что дело не только в ней одной. На окраине получается был, за газелью. Когда я начала совершать поворот, он выехал не за газелью, не въехал в меня. То есть был бы он помедленнее ехал бы, таких бы побоев не было. В результате столкновения Ford отбросила на металлическое ограждение и столб, который после удара вырвало из земли. Несмотря на это, светофор продолжал работать. Люди, к счастью, не пострадали. Степень вины каждого из участников аварии предстоит установить автоинспекторам. Айгуль Бодрудинова, Навеса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. А в нескольких метрах от этой аварии на той же улице Магистральная столкнулись еще два автомобиля. На перекрестке с улицей Турбинная Киа Рио протаранил сзади Hyundai Solaris. В результате аварии никто не пострадал. Участники остались дожидаться сотрудников автоинспекции. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алияха Рудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Алияха Рудинова.